В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в детском юношеском центре «Кадетское братство» прошел конкурс «Люба Атаман», посвященный памяти атамана Славянского районного казачьего общества Александра Балыма. Как ученики казачьих классов справились с заданиями, расскажут наши корреспонденты. В традиционном конкурсе «Люба Атаман» приняли участие шесть команд казачьих и кадетских классов школ города и района. Глава Славянского района Роман Синеговский поздравил ребят с началом конкурса и пожелал честной борьбы. В нашем районе есть казачьи школы, есть казачьи классы. Наши ребята изучают свою историю, историю казачества. И это правильно. Дорогие ребята, вам есть у кого учиться, у ветеранов Великой Отечественной войны, у наших военнослужащих запаса, и которые сегодня обороняют нашу страну. Поэтому я думаю, что самое главное, что вы должны в жизни приобрести, это любовь к своей родине, это уважение к старшим, это понятие семейных ценностей. И всё вы, конечно же, приобретёте. Затем к ребятам обратился атаман Славянского районного казачьего общества Юрий Емельянов. Он отметил, что такие конкурсы не только учат школьников основам военной подготовки, но и воспитывают в юных славянцах патриотизм. Сегодня перед вами стоят задачи показать, какие вы казаки, насколько вы любите нашу родину Кубань, насколько вы смекалисты и знающи. Но когда будете проходить все эти испытания, помните, что казак в любых условиях должен выполнить поставленную задачу. При поддержке своих болельщиков казачьи команды школ номер 11, 16, 39, 46 и 48 соревновались за право называться лучшими, чтобы услышать от атамана заветное любо. Участники конкурса, представив команду в своей визитной карточке, отвечали на вопросы, связанные с историей и традициями кубанского казачества. Демонстрировали свои практические навыки по военно-прикладным видам спорта. Стрельбе из пневматической винтовки, пистолета, метанию дротиков, разборке-сборке автомата, снаряжению магазина патронами. Кадеты 16-й школы рассказали о том, почему для них так важно участие в конкурсе. В первую очередь, для того, чтобы защищать родину, чтобы отработать всё, что ты знал, получается, всё, что ты умел, здесь это всё проверяется, и чтобы знать, насколько ты готов. Мы учимся в кадетских классах, чтобы потом защищать свою родину. Команды всех школ, участвующих в эстафете, показали хороший уровень подготовки, который, несомненно, пригодится в будущем. Ведь для того, чтобы стать настоящим солдатом, надо быть прежде всего патриотом своей родины. А участие в таких конкурсах – лишь начало их длинного, преданного Отечеству, боевого пути. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».